Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна, и я очень-очень рада приветствовать вас на своём канале. Я просто непозволительно долго не выкладывала видео. На это были свои причины. Представляете, в конце декабря у меня сначала разболелся ребёнок. Он болел-болел-болел с температурой 40, и, понятно, мне было не до видео, а потом слегла я. Я и две недели тоже болела, и поэтому, знаете, не хотелось перед вами представить в таком не самом прекрасном виде. В конце декабря, знаете, я записала видео, но когда я начала его монтировать, я поняла, что это просто ужасно тёмное, и как-то я даже не стала его выкладывать на самом деле. Но вы видите, что у нас здесь ещё новогоднее убранство, гирлянды, которые мы с ребёнком делали в том году, ещё бумажные из ёлочек, кстати, гирлянда вот эта вот мигающая, да, светящаяся, это Фаберлик, трёхметровая гирлянда. Вот на выходных будем всё это убирать. Ну и, наверное, многое я болтаю. Давайте я вам покажу то, что заказала в каталоге номер один, и некоторые новиночки каталога номер два. Ну что ж, приступим. В первом каталоге у нас очень-очень хорошая акция на продукты серии «Зима». Вот эта линейка «Зима» мне понравилась именно этого года. Она с нейтральным, сладковато-таким ванильным ароматом ненавязчивым. Крем очень классный. Это такой жирный, питательный баттер. Я пользуюсь им на ночь для тела. Да, ну здесь можно и лицо, и руки мазать. Если куда-то вы отправляетесь там, я не знаю, на лыжах покататься, да, на пару дней, то вполне можно вот такую вот баночку взять с собой. И взяла вот такой бальзам. Это уже второй бальзамчик. Я его еще не открывала. Пользуюсь и я, и мой трехлетний сын. О, этот бальзам жирненький. Хорошо очень питает губы. Увлажняет, защищает. Губы не шелушатся после него. В то время, как от прошлых серий «Зима» у меня и крем для рук мне не подходил. Руки шелушились, и губы просто вот облазили лоскутами. А вот эта линейка мне подошла, что не может не радовать. Также для своего сына по акции в первом каталоге при покупке двух зубных паст, они были, по-моему, по 65 рублей, я взяла две вот такие зубные пасты. Это «Кошка», «Клубника» и «Яблоко», «Техно Китс». Три плюсы, ну как раз три с половиной годика. Хорошие зубные пасты. Я их беру уже во второй раз вот так парочкой. Он говорит, что ротик не жжет, очищают они хорошо, пенятся они в меру. Беру, конечно, разные зубные пасты, потому что для нашего возраста в «Фаберлик» есть всего лишь три пасты. Получается это, это и из линейки «Экспертфарма Бэби», да, первый зубик. Ну, три зубных пасты – это как-то скучно. Я беру в других компаниях, в магазине. Ну, вот эти вот периодически я повторяю. Три этих зубных пасты. Дальше. Я заказала себе по купонам в первом каталоге, да, по купонам брать очень-очень выгодно. Две банки, две упаковки краски «Салон Ке». Это оттенок 6.35 «Шоколадный мусс». Очень хорошая краска, мне она нравится. У меня спрашивают, Ань, какая лучшая краска в «Фаберлик», какую ты можешь порекомендовать. Для меня лучшая краска – это «Салон Ке». По акциям и по купонам она выходит практически даром, в то время как та краска для волос, которой я пользовалась до «Фаберлик», сейчас в магазине стоит 400-600 рублей, а вот эта рублей 125. Ну, разница очевидна, да. Хорошие волосы после нее, достаточно мягкие. Я не скажу, что это какая-то супер краска, но она не вымывается из волос, волосы после нее не лезут, не секутся, они мягкие, оттенок приятный, да, то есть тот, который я хотела бы получить. Кстати, вот сейчас у меня на волосах именно этот оттенок «Шоколадный мусс». В общем-то, мне эта краска нравится. «Эксперт» мне не нравится тем, что у меня там, что у меня, что у сестры, просто стопроцентное непопадание в цвет. А «Ботаника» там не совсем моя палитра, и «Ботаника» для моих волос не совсем подходит, потому что она быстро достаточно вымывается. Дальше. Я взяла себе две вот такие водолазки, ну, скажем, базовые, да, в размере 44-46 я всегда себе беру коричневый меланж и серый меланж. Коричневый меланж водолазку я ношу, ох, ну, наверное, уже пятый год, и хоть бы что ей, но захотелось обновить ту водолазку, я уже буду носить просто там хуевики, да, куда-то под куртки, а вот эту вот в таком же оттенке уже, ну, непосредственно на работу буду носить. Хорошие водолазки у нас. Почему-то, знаете, вот я не понимаю, некоторые водолазки берешь, они скатываются, катышками идут, некоторые берешь, они идеально себе ведут по пять лет, вот как то, например, у меня коричневый меланж или ванильное, а пару лет назад брала изумрудную, она мне просто после первой носки пошла катышками. Вот серый меланж взяла, тоже ношу уже ее, и все с ней прекрасно. Я не знаю, вот от чего это зависит, от фазы луны или там еще от чего-то, но вот так, тут, видимо, как я понимаю, как нарвешься, да, как попадешь. Дальше. Взяла по акции в первом каталоге свою любимую зубную пасту, по крайней мере, из линейки Эксперт Фарма, это точно моя любимая зубная паста. Она идет по скидке, и обошлась она мне всего лишь 73 рубля, как бонус за покупку, да, со скидкой 26% консультантской. 200% отбеливания. Это концентрированная зубная паста, она хорошо пенится, у нее достаточно выраженный мятный вкус, она классно отбеливает, достаточно одной горошинки пасты на самом деле, она хорошо отбеливает, ну, понятно, что зубная паста, она не может отбелить и сделать вашу эмаль белее, чем та есть от природы, но вот эти поверхностные затемнения от чая, кофе, сигарет, там, я не знаю, красящих каких-то продуктов, она убирает. Вот, и я проводила эксперимент, месяц я чистила зубы вот этой пастой утром и вечером, да, я прикладывала фото в группе у себя ВКонтакте до и после. То есть мы видим, что эмаль, она в принципе белее не стала, потому что это невозможно, это же зубная паста, да, а не какое-то там химическое средство, да, профессиональное. Но зубы приобрели жемчужный отблеск. Вот просто действительно она классно работает, и после того, как люди посмотрели, стали интересоваться и заказывать, что вот именно эту зубную пасту. Для меня она одна из лучших, Фаберлик, ну и Нуки мне еще очень нравятся зубные пасты. Так, дальше. Заказала себе по купонам два крем-мусса Биомика, хотя они рекомендованы там для какой-то сухой, по-моему, нормальной кожи, у меня кожа комбинированная, но я перешла на умывание без пены. Единственное, чем пенообразующим я пользуюсь сейчас, это пенка Айсиул, потому что только она должным образом снимает, смывает гидрофильное масло от Айсиул. А в целом я пользуюсь вот такими вот пенками-муссами. Я показывала ее вам как новинку, да, просто такая кремообразная, не пенящаяся масса, беленькая, ну, как жидкий крем, да. Вы наносите, умываетесь, отлично очищает кожу, и на ночь вот я использую ее после демакияжа. И вообще, знаете, у меня сейчас есть желание, на самом деле, снять обзорчик вам о именно умывании, а о демакияже и умывании, потому что, знаете, я иногда смотрю, ну, там, видео, да, читаю чаты, где говорят, что вот одной пенкой ты и демакияж делаешь, и умывание, или когда я вижу, что люди используют мицеллярный лосьон вместо тоника, и пытаются сказать, что это правильно, ну, я как-то вот прям в шоке, на самом деле, нахожусь, поэтому вот у меня есть мысль их снять вот такой вот обзорчик, да, ну, точнее, даже не обзорчик, а такое вот видео, да, немножко поясняющее правила ухода и демакияжа. Если вам это интересно, то, пожалуйста, напишите внизу, потому что, ну, в принципе, большинство средств, да, которые я использую, это средство как раз-таки от Фаберлик. Дальше, раз уж мы с вами заговорили про ICUL, вот такие четыре вот средства ICUL я заказала. Ну, первое, ну, давайте начнем по порядку, это гидрофильное масло. У меня есть на канале целый ролик, посвященный линейке ICUL, в том числе я там и про масло, и про пенку, и про тоник рассказываю. В общем, гидрофильное масло это я беру уже третий раз, пенку, четвертый, и третий раз я беру тоник. Мне все эти средства очень-очень нравятся. Гидрофильное масло прекрасно снимает макияж, даже стойкий. Но с глаз, нет, это масло не предназначено для для макияжа глаз. Но кожу лица очищает идеально. Знаете, я не думала, что масло может подойти моей комби-коже и будет очищать, да, так хорошо. Дальше идет пенка для омывания. Если в первой партии не попалась пенка с бракованной помпой, то дальше все пенки, которые я брала, они отлично работают, и помпы работают до конца, да, до исхода средства. Ну и моя любовь, тоник, я наношу его непосредственно из флакона, да, тут флакончик с пульверизатором, я думаю, все знают. Прекрасный аромат, прекрасная кожа после него, эффект здорового сияния лица, без жирного блеска, да, прекрасно, прекрасно тонизирует кожу и утром, и вечером. Я видела, что наносят на ватный диск, да, и потом на лицо, но я так не делаю. Мне вот нравится именно вот этот эффект спрея. Так, для разнообразия. Взяла по купонам пилинг-скатку, относительную новинку, да, от Iseul. Ну, что я могу сказать? Это не мой фаворит, однозначно, но так как я уже около года не пользуюсь никакими пилингами и скрабами, то вот это вот средство вполне может быть, потому что оно более мелкое, да, вот эти вот скрабирующие частички. И, в принципе, да, но, если честно, я ждала, что это будет роллинг-гель, тот, который был в Эксперт, но, к сожалению, это не он, это не просто гель, там есть скрабирующие частички, но они достаточно мелкие, и где-то раз в неделю я себе позволяю вот такого вот плана средства. Дальше. Сухой шампунь по купонам сразу три упаковки взяла и на работу отнесла, и дома. Классное средство, и как помощник при укладке, и когда просто не хватает объема, и когда нужно освежить волосы, да, в принципе, вот, вы видите, волосы становятся достаточно объемные, сегодня у меня, ну, вот, в голове, получается, второй день, да, как я ее помыла, сбрызнула сухим шампунем, и объемчик такой, ну, в принципе, нормальный, при том, что у меня волосы изначально от природы не объемные, абсолютно просто не объемные, они вот такие вот сосульки. Вот. Шампунь с приятным запахом. Моя сестра перепробовала много-много разных шампуней, и говорит, что вот этот, прям очень даже хороший. Приятный запах у него, и такой секрет сухого шампуня сболтали, и вот такими вот, да, короткими нажатиями нанесли. Иначе воздух выходит, а средство во флаконе еще остается, представляете? Дальше я взяла все 6 лаков для ногтей от, что это, Very Berry. Очень хорошие лаки. Всего по 73 рубля. Я не скажу, что это лучшие лаки в Faberlic, но вполне-вполне достойные. Хорошие оттенки. Мне за такую цену грех не взять. Дальше. Я взяла себе все 5 оттенков блесков для губ от Very Berry. Я не стала все их приносить, но это хорошие блески. Если вы спросите, какой твой любимый блеск Faberlic, я скажу вот этот. Very Berry. Он вязкий, плотный, он такой хороший. Мне он действительно нравится, этот блеск. Плотное покрытие, он не съедается, он не тает на губах, он не впитывается. Хороший оттенок дает. В общем, отличное средство. Чего я не могу сказать о данном филлере для губ. Губ вообще не впечатлил на самом деле. Брала я его первый раз, вот чисто для себя. Вот просто как блеск, который потом с губ пропадает. Никакого объема я не заметила. Также по купонам взяла себе две жидкие матовые помады. Артикул 4046.1. Вы видите, у меня сейчас на губах это розовый кварц. И еще оттенок 4046.7. Это оттенок фуксии. Давайте покажу. Вот он, видите, какой классный. Сначала это помада... Прям классическая фуксия. Люблю такие оттенки вообще. Вот. Сначала эта помада наносится как жидкая помада, кремовая, но потом засыхает, застывает на губах, превращается в матовую, прекрасную помаду, которая не сушит губы, не растекается, не съедается и держится целый день, даже если вы кушаете. Представляете? Какая хорошая помада. Ну и давайте... Я не все средства буду вам показывать, которые сюда принесла, потому что это скучно одно и то же рассказывать и вам слушать каждый каталог. Покажу вам новиночки. Заказала... Ну, новиночки второго каталога. Заказала мужу из серии Barber Lab шампунь и гель для душа. Классика жанра, экспертный продукт для жедневного течения кожи и волос. Ну, пахнет чем-то свежим, какими-то травянистыми нотками, в общем-то шампунь, да? Во втором каталоге будет классная акция «Желтые ценники при покупке двух». Дальше взяла гель для душа «Романтичная клубника». Я им уже пользуюсь. Он перламутровый. Задавали вопросы, блестки после использования на теле не остаются абсолютно никакие. Он не с блестками, а вот именно такой перламутровый. Хорошо пенится, кожу не сушит. И запах у него один в один. Если вы помните, в серии Beauty Cafe была линейка с земляникой. Вот, тот же самый запах. Представляете? Вот прям тот же самый. Очень натуральный, естественный запах землянички, клубнички. Вот такое мыло взяла тоже с Тори Де Амур. Фиолетовое, я хотела сказать, розовое, фигурное, туалетное мыло. 75 граммов. Запах точно такой же, как у мыла прошлогоднего. Помните, сердечко было? Но дизайн мне нравится больше. Посмотрите, какой бриллиантик. Ну, прям вот классное, да? В качестве сувенира огранка бриллиантом. И здесь надпись «Фаберлик». По-моему, здорово. И взяла я родителям, поэтому открывать не буду. Маме и папе на 23-е, на 8-е. Вот такие вот шоколадки, шоколадные комплименты для леди и для джентльменов. Единственное, что меня огорчило, пришла коробочка, вот тут видите, немножко драная. Я подклею скотчем, но я уверена, что папа даже не заметит, но тем не менее, как-то не очень приятно. С двух сторон они вот с такими пломбами, да, приходят, поэтому вскрывать я не буду. Здесь получается по 75 граммов в каждой упаковке. И здесь, и здесь есть и темный, и молочный шоколад. И каждая шоколадка в оберточке с комплиментом. В общем-то, приобретайте, покупайте для разнообразия, когда в магазинах уже перепробовали все, что можно, почему бы не, да, тем более с комплиментами. И вы знаете, я в том году в банк идей, ну, в обратную связь писала, что вот было бы здорово вот такие конфетки с какими-то пожеланиями выпустить к 14 февраля. Ну, представляете, кажется, меня услышали. Ну, хочется верить, что меня услышали, конечно, может быть, на самом деле нет, но я вот считаю, что это моя заслуга, да, можете мной гордиться. На этом у меня все. Я надеюсь, что мой обзор был для вас полезен. Я постараюсь почаще появляться на канале. Я знаю, что многие этого ждут. Да я и сама соскучилась. Вы видите, меня вот прям всю трясет. Вот. Я сама по вам соскучилась. Постараюсь побыстрее это видео выложить, смонтировать и опубликовать. На этом у меня все, мои дорогие. Заходите на мой канал, не отписывайтесь от меня. Я здесь. Я никуда не пропала. Ну, на этом у меня все. До свидания. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok